Привет всем! Вы находитесь на канале Школы Вязания Наша Пряжа. Мы сегодня продолжаем пополнять нашу копилочку ажурными узорами. И сегодня я подготовила для вас вот такой ажурный узор из сердечек. Сердечки получаются перевернутые. То есть такой узор отлично подойдет для вязания от горловины вниз, для вязания пледа, кофточек или же палантинов. Вот лицевая сторона узора и так выглядит изнанка. Для вязания узора ажурные сердечки понадобится количество петель кратно 12, плюс 1 петелька и плюс 2 кромочных петли. Вверх у нас повторяется 12 рядов. Первый ряд узора с лицевой стороны. Итак, снимаем кромочную петельку, вяжем первые 2 петли лицевыми. Теперь начинаем вязать раппорт узора, который состоит из 1 изнаночной петли и 3 лицевых петель. 1 лицевая, 2 лицевая и 3. Повторяем 1 изнаночная петля, 3 лицевых. 1 лицевая, 2 лицевая и 3. Снова 1 изнаночная, 3 лицевые. Итак, повторяйте раппорт из 1 изнаночной и 3 лицевых петель до последних 4 петель в ряду. Последний мой раппорт 1 изнаночная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3. 4 петли остаются на спицах, вяжем 1 изнаночная, 2 лицевых и последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Это был первый ряд с лицевой стороны. Работу повернуть с изнаночной стороны и вяжем таким образом. Кромочную петлю снять, вяжем 2 изнаночные, это петли до раппорта. Далее начинаем вязать раппорт. 1 лицевая и у нас идет 3 изнаночных петли. Из 3 мы третью петлю с левой спицы сбрасываем через 2 предыдущие петли. А 2 что остались провязываем как 1 изнаночная, накид и 1 изнаночная петля. Повторяем, 1 лицевая петля. Из 3 изнаночных третью сбрасываем с левой спицы. А 2 что остались провязываем как изнаночная, накид и изнаночная петля. лицевая третью сбросить с левой спицы первые 2 провязываем изнаночные накид и изнаночная петля таким образом мы повторяем до последних 4 петель и мы последний раппорт 1 лицевая 2 петли пропускаем третью петлю снимаем пропущенные петли вяжем изнаночные накид и изнаночная петля затем у нас остается 4 петли их вяжем как 1 лицевая 2 изнаночные и кромочная это тоже изнаночная петля готовый у нас второй ряд работу повернули третий ряд снова с лицевой стороны и так в третьем ряду снимаем кромочную петлю начинаем вязать раппорт узора таким образом 3 петли вяжем как изнаночные 1 2 3 далее 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 и еще 2 изнаночных петли 1 2 2 вот эти 12 петель это 1 раппорт узора и его будем повторять 3 изнаночных 1 2 3 то есть в 2 раппортах подряд у нас 5 изнаночных петель далее 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 и 2 изнаночных 1 2 это был второй раппорт и третий раппорт 3 изнаночных 1 2 3 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 изнаночных и у меня 4 раппорта на спицах 4 раппорт 3 изнаночных 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 и 2 изнаночных остается вот эта одна дополнительная петля которую мы набирали это изнаночная и кромочная петля которую тоже провязываем изнаночной петлей готовый третий ряд четвертый ряд с изнаночной стороны мы петли просто провязываем по рисунку то есть кромочную петлю снимаем раппорт у нас состоит из 3 лицевых петель вот 1 лицевая 2 3 затем 7 изнаночных 1 2 3 4 5 6 и 7 и еще 2 лицевые петли вот эти 12 петель это раппорт узора повторяем 3 лицевые 7 изнаночных это 2 3 4 5 6 7 и 2 лицевые и так мы вяжем до конца ряда в конце у нас дополнительная петля провязывается лицевой кромочная петля провязывается изнаночной петлей готовый четвертый ряд работу поворачиваем теперь 5 и 6 ряды это вяжется как 3 и 4 ряды то есть 5 ряд кромочную петлю снять раппорт сразу начинаем из 3 изнаночных петель затем 7 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 и еще 2 изнаночные петли эти 12 петель это 1 раппорт узора повторяем 3 изнаночных 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 и 2 изнаночных таким образом мы довязываем до последних 2 петель после последнего раппорта заканчиваем 1 изнаночная кромочная тоже изнаночной петлей так готовый у нас 5 ряд с изнаночной стороны 6 ряд тоже выполняется по рисунку кромочную петлю снимаем раппорт вяжем из 3 лицевых петель далее 7 изнаночных петель и еще 2 лицевые петли раппорт на 12 петлях повторяем 3 лицевые 7 изнаночных и еще 2 лицевые так мы довязываем до последних 2 петель после последнего раппорта заканчиваем отзон лицевая кромочную провязываем изнаночной петлей готовый 6 ряд вот что пока у нас получается так далее у нас 7 ряд с лицевой стороны кромочную петлю снимаем раппорт начать из 1 лицевой петли далее делаем накид вяжем 2 изнаночные петли из лицевых петель формируем сердечко для этого выполняем убавление с уклоном влево первую петлю снять вторую провязать лицевой петлей перекинуть снятую петлю через провязанную петлю следующие 3 петли вяжем лицевыми 1 лицевая 2 и 3 далее 2 петли провязываем вместе лицевой с уклоном уже вправо слева направо завожу спицу провязываю как 2 вместе лицевой с уклоном вправо далее изнаночные 2 и накид вот эти 12 петель это один раппорт узора закончим накидом повторяем 1 лицевая накид 2 изнаночных петли 2 вместе лицевой с уклоном влево первую снять вторую провязать лицевой перекинуть снятую через провязанную 3 лицевые петли 1, 2, 3 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо провязываю 2 вместе лицевой затем 2 изнаночных и накид это второй раппорт и так вы вяжете до последних 2 петель закончили последний раппорт накидом затем 1 петлю провязываем лицевой и кромочную провязываем изнаночной петлей это у нас 7 ряд с изнаночной стороны 8 ряд петли вяжутся по рисунку кромочную петлю мы снимаем начинаем раппорт из 2 изнаночных петель затем 2 лицевые петли далее 5 изнаночных 1, 2, 3, 4, 5 2 лицевые петли и 1 изнаночных петля и 1 изнаночная петля эти 12 петель это раппорт узора повторяем 2 изнаночные 2 лицевые 5 изнаночных Затем 2 лицевые и 1 изнаночная петля. Это второй раппорт. Таким образом мы продолжаем вязать до последних 2 петель. Когда остается 2 петли, 1 петлю провязываем изнаночной, кромочную провязываем тоже изнаночной петлей. Это у нас 8 ряд с изнаночной стороны. 9 ряд узора у нас с лицевой стороны. Кромочную петлю снимаем. Раппорт начинаем из 2 лицевых петель. Далее делаем накид, 2 изнаночные. Здесь с помощью убавлений продолжаем формировать сердечко. Делаем убавление с уклоном влево. Первую петлю снять. Вторую провязываем лицевой. Перекидываем снятую через провязанную петлю. Далее 1 лицевая петля. И убавление с уклоном вправо. Слева направо завожу спицу, провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Далее 2 изнаночные петли. Накид и 1 лицевая петля. Вот эти 12 петель это 1 раппорт схемы. И повторяем. 2 лицевые. Накид. 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с уклоном влево снять петельку. 1 лицевая перекинуть снятую через провязанную. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это слева направо провязать 2 петли, как вместе лицевой с уклоном вправо. Далее 2 изнаночные петли. Накид. 1 лицевая петля. Таким образом мы довязываем до последних 2 петель. В конце у нас остается 2 петельки. Это 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Готовы 9 ряд. С изнаночной стороны в 10 ряду петли просто провязываются по рисунку. Итак, кромочную петлю снять. Вяжем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Затем 2 лицевые петли. Снова 3 изнаночных. 2 лицевые. И 2 изнаночные. Вот эти 12 петель от аэропорт узора повторяем. 3 изнаночные. 2 лицевые. 3 изнаночные. 2 лицевые. И 2 изнаночные. Таким образом мы продолжаем вязать до последних 2 петелек. Последние 2 петли это 1 изнаночная и кромочная тоже провязываются изнаночной петлей. Готовый 10 яд. Поворачиваем лицевую сторону. 11 ряд узора с лицевой стороны. Первую кромочную снять. Рапорт начать из 3 лицевых петель. 1 лицевая. 2 и 3. Делаем накид. 2 изнаночные. Затем из 3 петель мы должны сделать 1. Для этого первую петлю снимаем непровязанной. 2 следующие провязываем вместе лицевой с уклоном вправо. И теперь перекидываем первую снятую через вторую провязанную петлю. Это двойное убавление. Мы убавили сразу 2 петельки. Далее у нас 2 изнаночные. Накид. И 2 лицевые петли. Вот эти 12 петель это 1 рапорт узора. Повторяем. 3 лицевые петли. Делаем накид. 2 изнаночные петли. Далее двойное убавление. Для чего первую петлю снимаем. 2 следующих провязываем вместе лицевой с уклоном вправо. Перекидываем снятую через провязанную петлю. Далее еще 2 изнаночных. Накид. И 2 лицевые петли. Это 2 раппорт узора. Таким образом будем вязать до последних 2 петель. Предпоследнюю петлю провязываем лицевой. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Это у нас 11 ряд. Работу поворачиваем. 12 ряд с изнаночной стороны. Кромочную петлю снимаем. Раппорт начать из 4 изнаночных петель. Это 1, 2, 3, 4. Затем 2 лицевые петли. 1 изнаночная. 2 лицевые петли. И еще 3 изнаночных. 1, 2, 3. Повторяем раппорт. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. То есть подряд мы получили 7 изнаночных петель. Далее 2 лицевые петли. 1 изнаночная. 2 лицевые. И 3 изнаночных. Вот так. 1, 2 и 3. Это второй раппорт. И таким образом вяжем до конца ряда. Последние 2 петельки. Это 1 изнаночная. Кромочная тоже изнаночной петлей. Это у нас 12 ряд с изнаночной стороны. Все. Вот эти 12 рядов это 1 вертикальный раппорт узора. Видите? 1 ряд сердечек у нас прибавился. Давайте перевернем. Посмотрим. Вот как они красиво выглядят. И так повторяем с первого по 12 ряды для узора сердечки. Схему вы можете скачать на сайте пряжа.ру. Ссылочку я даю под этим видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!